Слово предоставляется Тазмину Юрию Николаевичу, доценту капельной менеджмента Института экономики ХГУ имени Гатарова. Подготовится Карамашеву Алексей Николаевичу. Уважаемые делегаты съезда, я Тазмин Юрий Николаевич, старейший народа Тазминых, прошу включить в резолюцию съезда вопрос о возвращении исторического названия АО Тазмин населенному пункту поселок Сорский Подхоз. В основании этого предложения сообщали следующие факты. Институт, наш род Тазминных, прожил в горловиях реки Берии. Николай Федорович Катанов в своем отчете о Болезке Минусинской уезд Енисейской губернии в 1899 году в списке населенных пунктов приводит Тазминский улуж в реке Берии. В списке населенных пунктов Енисейской губернии, изданном в Красноярске в 1911 году, также есть улуж Тазминский на реке Берия. Улуж Тазмин продолжал существовать и в советское время. Однако после того, как был создан Сорский молебленовый комбинат, на территории нашего Улужа было создано подсобное хозяйство этого комбината. И таким образом появилось второе название – Сорский подхоз. Официального переименования Улужа Тазмин в Сорский подхоз не было, но тем не менее это название в настоящее время используется в качестве официального. Однако наименование Сорский подхоз является понятием производства экономическим, а не географическим. Наименование же Тазмин-Алл отражает название населенного пункта, в котором испокон века жили Тазмины. Не случайно в топонимическом словаре Хакаста Минусинского края, составленном профессором Виктором Яковлевичем Плантанаевым, упоминается Тазмомар-Алл, находящийся в районе города Сорска. Кроме того, название вруста Тазмина прожило на карте Российской Федерации, изданное Рост-Артография. В настоящее время Сорский молебденовый комбинат превратил свое существование и преобразован в Сорский горно-обородный комбинат. Подсобное хозяйство этого комбината не функционирует, оно находится в полуразрушенном состоянии. В то же время хозяйство дома, принадлежащие роду Тазминых, находится до сих пор и существует, в частности, дом репрессированного Тазмина Карпа Семеновича. Возвращение исторического названия Тазминау имеет большое культурно-историческое значение. Профессор Московского государства университета Леонид Романович Кузласов в книге «Тревнейшая Хакасия» утверждает, что основная часть стильных монументов Хакасии воздвигнута 5000 лет назад народом, которого он условно назвал Тазминцами по названию Луссов, Хакасов, Тазминцами. Ну вот вы можете посмотреть стилизованный рисунок. Стилизованный рисунок стеллы, которая стояла в округе века в Луссе-Тазмин, а археологам Киселовому привезен в Минусинский музей. И, соответственно, прошу съезд поддержать инициативу рода Тазминых по возвращению нашей малой родине и ее исторического названия. Благодарю за вами. Благодарю за вами. Вашему администратуру Алексею Николаевичу подготовиться к датчику Вячеслав Михайловичу.